Итак, всем привет. Меня зовут Артем Кашканов и я занимаюсь созданием безумных вычислительных устройств на элементной базе, которую не стоит использовать в 21 веке. У меня есть свой блог на YouTube и в Telegram, в котором я показываю процесс сборки этих безумных вещей, а также обзоры и ремонты старинной измерительной или вычислительной техникой и воскрешение богом забытых технологий. Например, в прошлом я собирал релейный компьютер, о нем чуть-чуть побольше расскажу на следующем слайде. Собрал полноценный телевизор на советских газоразрядных панелей. ИГПП-32х32, кстати, до 2008 года использовались на основном индикаторе в центре управления полетами, если кто не знал, верхняя его часть. Я строил ламповую логику и умею изготавливать самодельные электролюминесцентные индикаторы в том числе. Но давайте сначала начнем с небольшого экскурса в историю. Был такой великий математик и пионер компьютерных наук Алан Тюринг. Возможно, вы его знаете, во-первых, по созданию так называемой машины Тюринга. Это была одна из довольно успешных попыток формализовать понятие алгоритма компьютерной программы. Его суть состоит в том, что у вас есть некая лента с данными и некое управляющее устройство, которое с этой лентой с данными или программой может что-то делать. Впоследствии Алан Тюринг во времена войны разработал специальную машину, которая декодировала шифровальную машину Enigma. Вчера узнал, что их, оказывается, было построено 210 штук, а не одна, как я до этого думал. Ну а после войны он занимался разработкой самого быстрого в мире лампового компьютера с кодовым названием ACE. Был реализован некий прототип под названием Pilot ACE с тактовой частотой в 1 МГц. Такую частоту он смог достичь за счет использования так называемой катодно-связной логики. Это довольно близко к эмитерно-связной логике, но в терминах ламповых схем. По сути, у вас компьютер работает на операционных усилителях в усилительном режиме. Лампы не насыщаются, не закрываются, вы не тратите на это время. То, что использовали в ACE, впоследствии автор и конструктор этой ACE построил другую машину, Bendix G15. Есть такой дяденька Усаги на YouTube, который владеет такой машиной и пытается ее реализовать. Но мы на ней особого внимания заострять не будем. Она здесь чисто для экскурса в историю. Но на чем хочется поподробнее остановиться, так это на языке программирования BrainFuck. Кто знаком с языком BrainFuck? Поднимите руки. О, отлично. Но все-таки напомню, что BrainFuck в его основе 30 тысяч ячейк памяти данных. По сути, та же самая лента, как в машине Тьюринга. С каждой ячейкой памяти данных вы можете сделать инкремент или декремент, то есть изменить значение на единицу, вывести его в консоль, считать его с консоли в ASCII кодах. У вас есть указатель на текущую ячейку памяти данных. Вы можете перемещаться по этой памяти, то есть еще две инструкции, и инструкции, которые организовывают циклы. Если значение текущей ячейки памяти не равно нулю, нам нужно выполнить еще одну итерацию цикла. Если что-то в верхнем левом углу вам что-то напоминает, это неспроста, это сувенир из Японии. Язык 8 инструкций, Тьюринг полный, написать на нем можно все, что угодно, но человеческая жизнь скоротечна. Возможно, вы либо не успеете написать, либо не успеете, либо не дождетесь того, когда ваша программа таки закончится. В 2019 году я закончил собирать мой первый BrainFuck компьютер. Он был собран на герконовых реле, и он по-своему уникален. Это, насколько я знаю, единственный полноценный 16-разрядный компьютер на реле с фон Нейманской архитектурой. Он де-факто самый быстрый в мире, поскольку использует герконовые реле, а не на порядок быстрее обычных электромагнитных. Но ввиду того, что я использовал специализированную архитектуру BrainFuck, процесс исполнения программ на нем не быстрый. Содержит он порядка 600 реле, весит порядка 20-30 килограмм, жрет 200 ватт и висит у меня на стеночке с тех пор. Но нужно двигаться дальше. Релейный компьютер мы собрали. Что у нас дальше там по эпохе EVM? Правильно. Ламповая машина. При этом, поскольку все-таки мы в 21 веке живем, предполагается, что можно пользоваться самыми современными средствами проектирования этой EVM, хотя есть определенные требования к тому, что именно можно применять. Но есть некоторые ответвления в виде логики на элементах струйной техники. То есть у вас нет движущихся частей, у вас есть только ламинарная струя воздуха, и вы на это можете построить полноценную цифровую вычислительную машину. В 60-е годы это было одним из перспективных направлений, но на данный момент это тупиковая ведь развитие технологий, которые мне в принципе подходят. Что после лампы компьютера может оказаться? Ну, естественно, самодельные микропроцессоры. Если вы думаете, что самодельные микропроцессоры в гараже – это фантастика, спросите вот этого товарища как, а заодно загляните к нему на YouTube-канал, как он изготавливал самодельную микросхему по микронной технологии. Пару слов про пневмонику, и надо сказать, это самый популярный ролик на моем YouTube-канале, когда ролик про ламп набрал 200 тысяч, это набрал 600. И здесь все и сразу. То есть в 60-е годы придумали так называемые элементы струйной логики серии «Волга». Вот она как раз в левом верхнем углу, на котором я и в итоге построил. Двухбитный сумматор. Справа попытки изготовить самодельный элемент по альбому схем серии «Волга», но ввиду того, что этот альбом был нарисован не очень качественно, несмотря на то, что симуляция элементов в OpenFOAM показала его работоспособность, полный сумматор, у которого A плюс B плюс C и два выхода, мог считать только до двух. То есть A плюс B, A плюс C, B плюс C выдавал два. Ну, либо один, если только один сигнал подать. Если подать три, не выдавал три, к сожалению. Надо над этим работать дальше. По самодельным микропроцессорам тоже хочется чуть-чуть остановиться. Мой таргет один микрон. И я уже собираю установку вакуумного напыления магнетронного. До конца этого года я планирую получить высокий вакуум. А в первом квартале следующего года произвести напыление. Но дальше нужно делать фотолитограф или степпер. И если у вас есть запчасти от металлографического микроскопа, я буду очень признателен, потому что для начала я начну с так называемой масочной фотолитографии, которая достаточно дешево. Есть возможность изготовить, например, маску с помощью той же установки. Магнетронного напыления на стекло напылить тонкий слой меди, на фотополимерном принтере засветить фотошаблон. Медь мы травить умеем, так же как печатные платы. И дальше спроецировать это на чипак. И получить заветный микрон. Ну или хотя бы два. Ну а дальше двигаться в безмасочную сторону с применением 4К или выше DLP проекторов. Правда 4К фотополимерник стоит 16 тысяч, а 4К DLP стоит 160. Поэтому выброс, с чего начать, довольно очевиден. Но настоятельно рекомендую заглянуть на сайт HackerFab, где есть пошаговые инструкции по сборке микронных литографов. Я был, честно говоря, в шоке. Особо глубоко там еще не лазил. Но я думаю, там почерпну оттуда очень много полезной информации. В любом случае, помимо этого, требуется еще очень много всего, чтобы сделать свои чипы. Поэтому хотя бы научиться напылять. Но в любом случае, в последнем слайде у меня сегодня будут цифры денег, которые я потратил на изготовление лампового компьютера и сколько я еще планирую потратить. В данном случае те цифры можно будет смело умножить на 10 или на 100. Но как минимум это очень круто звучит. Самодельные микропроцессоры в гараже. Почему бы и нет? Мне кажется, я достаточно безумен. Но если начать пить таблетки, то, возможно, все закончится. Ладно, вернемся к ламповому компьютеру. К нему у меня есть несколько требований. Во-первых, это должен быть компьютер на базе сверхминиатюрных, вакуумных и газоразрядных ламп, которые не содержат кремниевых полупроводниковых элементов. Это очень важно. Понятное дело, что требуется большая мощность анодного питания, несколько ампер. Если применить в этой схеме кинотроны, то можно смело умножать потребляемую мощность компьютера на 2. Поэтому там допускается использовать германевые выпрямительные полупроводники, ну а также в обвязке схем ферритовой памяти, потому что там применить вакуумные диоды довольно проблематично. Их там потребуется слишком много. Во-вторых, компьютер должен получать на вход программы на языке BrainFact без какой-либо модификации. В релейном компьютере мне приходилось компилировать эту программу в машинные коды, подсчитывать адреса джампов, на которые нужно прыгнуть в случае условий, потому что там архитектура была вокруг сумматора. Здесь же задача исполнять программу на BrainFact в таком виде, в котором она есть. В результате работы над релейным компьютером есть некоторые требования потом, как это физически должно собираться. В принципе, релейный ком был довольно унифицирован, довольно легко собирался. Провод за проводом, инструкция за инструкцием. Здесь хочется то же самое. Ну и самое главное условие. Вместо того, чтобы рисовать принципиальные электрические схемы всей машины, хочется использовать современные средства проектирования до момента изготовления лампового компа, чтобы к моменту изготовления этого самого лампового компа быть уверенным, что он заработает. С релейным компьютером в процессе подключения тех или иных инструкций возникали определенные трудности. Декатрон. Ну, компьютер называется Decatron PC, значит, у него в центре находится многоэлектродная газоразрядная лампа. У нее имеется 10 катодов вокруг анодного диска. И между одним из катодов и анодом горит тлеющий разряд. У него есть несколько управляющих подкатодов. И с помощью серии импульсов на эти подкатоды мы можем перекидывать разряд с одного катода на соседний. То есть Decatron умеет делать инкременты или декременты. Вернемся к описанию языка программирования BrainFact. Плюс один, минус один для данных. Плюс один, минус один для адреса, ячейки данных. Плюс-минус один для того, чтобы ходить по программе. И еще один счетчик для того, чтобы учитывать вложенные циклы. Итого нам нужно как минимум три счетчика. А Decatron как раз и умеют считать. То есть Decatron просто создан для того, чтобы исполнять программы, написанные на языке BrainFact. Возможно, создатели Decatron на это не рассчитывали, но вот такая вот их достигла слава. Во-первых, я после этого разработал программную модель на языке FC++, которая состоит из четырех счетчиков. Счетчик данных, счетчик адреса данных, счетчик адреса инструкций, счетчик глубины вложенности цикла и некоторое количество логики. Эта программа на плюсах позволила мне, в принципе, понять, что моя схема рабочая. Сгенерировать некоторые тестовые данные, получить понимание того, насколько ламповый комп будет требовать инструкций для исполнения тех или иных программ. То есть можно посчитать будущее быстродействия. Но эта программная модель нам пригодится чуть далее. Архитектура релейного компьютера была очень простой. У нее по центру есть сумматор, есть два регистра, которые хранят текущие адреса указателя на данные и на программу, временный регистр и регистр команд. Ну а также некоторое количество защелок, которые подсоединяют эти блоки друг к другу. И провод за проводом, логика за логикой. Все это дело постепенно собиралось и запускалось. Архитектура лампового компьютера выглядит вот так. И это упрощенная, очень сильно упрощенная архитектура. И, как вы понимаете, провод за проводом ее собрать уже не получится. Нужно делать что-то более серьезное. Тут четыре счетчика, конвейер, акси-стрим. То есть мы делаем запрос блоку, ждем от него сигнал готовности. Два основных блока. Блок работы с данными, блок работы с инструкциями и командный блок. То есть всего должно быть три больших ящика. И я начал, собственно, разрабатывать уже непосредственно схемотехнику этой самой машины. Для чего я начал писать ее описание на языке верилок. Верилок – это язык описания аппаратуры. И в современном мире никто не проецирует современные процессоры, рисует принципиальные электрические схемы с использованием регистров, логики и так далее. Все пишется на языке верилок. Вообще все. Любые интеловые, AMD, Huawei, процессоры, все инвидиевские видеокарты – только верилок. Ну, возможно, еще HD или System верилок, но это тоже языки аппаратного описания аппаратуры. У верилога принципиально другая практигма, нежели у разработки программного обеспечения. Потому что в программном обеспечении вы исполняете строчку за строчкой, ассемблерную инструкцию за ассемблерной инструкцией. В случае верилога каждая строчка – это либо электрический провод, либо логический элемент. И все строки, все сотни, тысячи, миллионы строк вериложного кода исполняются одновременно. Вообще одновременно. Я разработал верилок описания и с помощью open-source инструментов симуляции начал это дело верифицировать, что у меня все корректно работает. Очень рекомендую обратиться в сторону open-source tool-off, в частности и Karus Verilog, который позволяет все это делать. Вы можете там с APT-репозитория себе на компьютер под Linux или VSL это поставить и начать программировать на языке верилог. Чтобы впоследствии, например, это запускать на том же FPGA. Это довольно интересно и, честно скажу, очень большой спрос на разработчиков на верилоге сейчас у нас в России. Поэтому направление очень интересное. Но и Karus Verilog не позволяет запускать вообще все и делать это быстро. Поэтому перемещаемся в сторону виртуального эмулятора. Вот здесь стоит физический эмулятор. У меня там про него следующий слайд. К нему есть не всегда доступ. Хочется, чтобы все разрабатывалось на компе. Берем нашу программную модель, которую мы написали в самом начале. Далее берем нашу верилог описания, которую мы написали впоследствии. Оборачиваем это с помощью верилятора. Это специальный симулятор верилога. Он довольно быстрый, он тоже опенсорсный. И он оборачивает ваше верилог описания в плюсовую библиотеку. Ну а с плюсовой библиотекой, да с плюсовым приложением мы можем делать уже дальше все, что угодно. Например, пошагово исполнять, сравнивать вывод и проверять, корректно у нас машина работает или нет. Это такая уже более высокоуровневая функциональная верификация. Ну а если мы добавим, например, текстовый графический интерфейс на том же N-курсис и эмуляцию каких-то блоков ввода-вывода, там, например, пишущие машинки консул, то мы получим возможность отлаживать наш будущий ламповый компьютер на компьютере. Вы сами можете попробовать в SL, в Linux, поставить верилог и вериллятор, поиграться с ламповым компьютером, закрыть мне пару багов, пару issues, они там есть. Есть еще довольно большое количество функционалов, которые требуется реализовать, но в любом случае с помощью вот этой модели я в течение года разрабатывал верилог описания машины. На данный момент оно полностью функционально, базовый функционал его реализован, то есть оригинальные 8 инструкций. Требуется, конечно, еще добавить инструкции управления машиной, типа инструкции загрузки с перфоленты и так далее. Но это уже не брейнфак, это уже инструкции для того, чтобы упростить работу с машиной. Но после того, как я завершил эту разработку, я просто взял и залил это все в плесу. Вот в этот физический эмулятор, у которого есть некая консолька, текстовый вывод данных, есть индикация текущего значения всех четырех счетчиков, и мы можем пошагово исполнять нашу программу в физической его форме. Но суть эмулятора даже не в этом. Верилок описания нам позволяет впоследствии получить принципиальную схему будущей ламповой машины. Сейчас у нас фактически работающий ламповый компьютер, но в его виртуальной форме. Как только я соберу первый блок или какую-то его часть, с помощью портов ввода-вывода, я эту часть подключаю к эмулятору, выкидываю эмулируемую часть, вместо нее подключаю физическую. У меня уже работает ламповая схема, а все, что еще не собрано, эмулируется с помощью этого железного ящика. То есть начиная вот с прошлого месяца, у меня всегда есть полностью работающий ламповый компьютер. И поверьте, это очень круто. Когда я в течение года собирал релейный компьютер, блок за блоком, инструкция за инструкцией, только спустя год у меня машина наконец-то заработала. В течение этого года мне нужно было поддерживать свой энтузиазм и продолжать его собирать. Здесь все гораздо проще. Машина уже работает, я уже вижу результат своего труда. Как только я собираю хотя бы одну плату, я ее уже могу подключить к эмулятору, и я уже увижу результат своего труда на номинальной частоте в 1 МГц. Это моя цель. То есть очень рекомендую такой способ разработки каких-то вот таких сложных вычислительных устройств. Иметь какой-то такой полнофункциональный эмулятор. В принципе это можно использовать не только для разработки ламповых машин. К сожалению, у меня затянулся процесс реставрации пишущей машинки консул. Я очень хотел успеть к сегодняшнему фестивалю ее доделать. Это электрифицированная пишущая машинка, но технически она не умеет быть самостоятельной пишущей машинкой. Это именно что терминал для EVM, для больших, для BES, например, для серии M, для Ural. Первое. Технически это просто независимый печатающий блок и независимая клавиатура. Там параллельная шина, там ASCII коды. Соленоиды у меня уже работают, двигаются. Я их уже подключил к эмулятору. Все они перебираются. То есть мне нужно просто доделать, восстановить печатающий блок и начать выводить там тот же число P, которое мы можем на этом эмуляторе посчитать, уже на печатную машинку или организовать интерактивный интерфейс. 5-6 октября в Москве будет проходить демодуляция. Приходите. У меня есть еще месяц, чтобы доделать эту машинку. Я очень надеюсь ее туда привезти. Перейдем к ламповой логике. Как бы верилок описания у нас есть, веха пройдена, компьютер виртуально работает, пора переходить к его физической сборке. В качестве референсов у меня есть несколько машин. Во-первых, это машина Ural 1. Довольно известная малая машина, разработанная в Советском Союзе. В 1957 году она была запущена. Порядка тысячи электронных ламп. Лампы там большие, октальные, 6N8S. Быстродействие у нее небольшое, ввиду того, что большая часть логики машины была реализована на базе магнитного барабана. Магнитный барабан вращался со скоростью 100 оборотов в секунду, и на каждый оборот машина совершала одну инструкцию. То есть на барабане были закодированы все микрокоманды. Сюда записать, здесь прочитать и так далее. Потребляла эта машина всего 10 киловатт. Вот машина, которая занимала вот все вот это пространство. Потребляла всего лишь 10 киловатт. На самом деле это не так много. У меня есть фотографии из музея политеха. Я заглянул вот туда во внутряночку, увидел, как оно там сзади выглядит. Это очень круто. Я на Википедию в статью про Ural 1 залил фотки. Можете посмотреть, как это сзади выглядит. Есть принципиальная схема отдельных модулей. В принципе, есть возможность запросить документацию, и я это обязательно сделаю. Но здесь вот можно разглядеть на лучевом тетроде какую-то универсальную схему. То есть тут и катод выведен на панельку, и анод выведен на панельку. Резисторы все отдельно стоят. Дальше объясню, почему. Здесь точно так же. То есть катод, анод идут на панельку, резисторы отдельно. Это позволит вам собрать любую логическую схему в дальнейшем. Ну и что-то наподобие синхронного триггера. То есть два триода, две половинки одной лампы позволяют вам собрать ячейку памяти. Еще одна машина. Это IBM 604, 704, 650. Это первый IBM широкого спектра задач. Ну, по большей части это макрокалькуляторы, скажем так. Особенность у них такова, что у них потрясающая документация. Очень подробная. Очень подробно рассказывается про устройство ламповой логики. Приведены все схемы базовых ячеек, которые там были собраны. В общем, просто кладезень для меня как разработчика. К сожалению, производительность этой машины довольно низкая. Тактовая частота у нее была порядка 100 килогерц. До моего мегагерца опять-таки не дотягивает. Надо будет придумать что-то более быстродействующее. Собственно, если мы возьмем триод и поставим ему резистор в анодную цепь, то у нас получится инвертор. На сетку нужно подавать отрицательное напряжение, чтобы лампу закрыть. В этом случае на выходе у нас будет максимальный уровень напряжения. Очень простая схема, но в отличие от комплементарных структур, когда у нас есть и верхний транзистор, и нижний транзистор, лампа только одной проводимости. То есть у них будет либо схема с открытым анодом, либо схема с открытым катодом. Это сильно бьет по производительности ламповой логики. Взяв два триода и подключив их к одному анодному резистору, мы получим элемент два или не. Это базисный логический элемент, на котором уже можно собрать вообще любую логику. То есть только его достаточно для сборки ламповой машины. Отладив его полностью, можно построить все, что угодно. Но предполагается, что если у вас есть большее количество различных элементов, схема будет гораздо более компактной. Если мы поставим резистор в катодную цепь, у нас получится буферный элемент. Он позволит нам увеличить нагрузочную способность элемента. То есть он, если слева у нас уже там накопилось много ламп, и мы не можем добавить еще больше логических элементов в качестве нагрузки, мы ставим буферный каскад и к его выходу еще кучу логических элементов подключаем. Но у него есть небольшой недостаток. Выходные напряжения у него ниже входных. Обратите, кстати, внимание на уровни логических напряжений. Плюс 150, плюс 50 вольт высокая. И у меня точно такие же уровни будут. И здесь плюс 26, минус 20. Но здесь, потому что лампы такие достаточно дубовые там стояли, у меня это будет плюс 10, минус 20 вольт. Если вам интересно, как, например, эмулятор сопрягается с ламповой логикой, вот так. 30 вольт разницы напряжения вполне под силу организовать внутри эмулятора. Если мы поставим два триода на один катодный резистор, у нас получится элемент 2 или. То есть либо ту, либо ту лампу открываем, у нас на выходе получается сигнал. Отлично, у нас уже имеется 2 или. На самом деле 2 или можно построить на двух диодах. Но также можно построить защелку, РС защелку на двух половинках. Классическая схема. Если вы уводите в минус смещение, у вас получается триггер. Подключаете их к нулю, добавляете чуть больше емкости, у вас получается мультивибратор. Можно поиграться с диодами в сеточной цепи и построить более сложную логическую схему. Например, схему с И, потому что схема И реализовать довольно сложно на лампах. Только с помощью диода. Можно реализовать И не, скажем, на лампе двойного управления. Взять пинтот, у которого две сетки имеют одинаковые параметры. Например, 6G2B. Там, правда, нагрузочная способность очень плохая, но мы ее всегда исправим буфером. Отдельно в качестве референса хочу отметить Harwell Decatron Computer. Это релейно-декатронно-ламповая машина. Она до сих пор ныне действует. Чисто в экскурсионных целях построена в 1952 году. Довольно медленная. Она умела делать умножения за 5-10 секунд, но зато она могла неделями работать. Разработчики ее на Новый год оставляли вычислять задачи, приходили после новогодних праздников, она продолжала работать. Очень медленная, но очень надежная машина. Самое главное, у нее использовали Decatron. И я подумал, наверное, это неплохой вариант, чтобы взять оттуда парочку схем. И начал строить экспериментальную декатронную ячейку. Я ее сегодня не привез, о чем очень сильно пожалел на самом деле. Стоило ее вам обязательно показать. Обязательно приезжайте на демодуляцию. Туда я ее точно привезу. Проблема первая. Если мы заглянем в книжки по декатронам, по ламповой логике, мы найдем там кучу схем о том, как управлять декатронами, ламповых схем. Но они все медленные. Скажем, Decatron A103, он может считать со скоростью 50 тысяч импульсов в секунду. С нашим мегагерцем вообще никак не бьется. Decatron A110 как раз, сверхминиатюрная версия, может считать до мегагерца, только им надо еще уметь управлять. Так вот, все быстродействующие схемы управления декатронами, они уже транзисторные. Поэтому первая проблема. Схему управления нужно будет делать не по книжкам, а разрабатывать их заново. Вторая проблема. Схем прямой записи числа в декатрон. А если мы говорим про счетчик данных, то нам надо из памяти загрузить старое значение в счетчик, сделать плюс один или минус один и выгрузить его обратно. С выгрузкой проблемы нет. Мы как бы сможем посмотреть уровень на катоде и понять, какое у нас число в этом декатроне записано. С записью есть проблемы, потому что схем нет, но у коммутаторного декатрона все 10 катодов равнозначны. Любой из них может быть нулевым катодом, катодом сброса. Потому что все счетные схемы нужно сбрасывать в ноль при старте железки. Если мы поставим 10 схем сброса по одной на каждый катод, то в теории у нас все заработает. У нас будет возможность записать. У Harvell Dekatron немножко другая схема записи. У них есть набор реле, и они, если им нужно записать число в декатрон, подключают к компаратору нужный катод. Катод, на котором и должен возникнуть сигнал. Дальше с помощью схемы пересчета они перещелкивают этот декатрон до тех пор, пока на этом катоде сигнал не появится. Как вы понимаете, такая схема плоха тем, что вместо записи данных за один такт времени мы записываем максимально за 9 тактов времени. Если мы были, скажем, в единице, нам надо записать в ноль, то мы пойдем вперед, дойдем до нуля через 9 тактов и увидим, что у нас все хорошо. Со схемой с прямой записи, правда, все тоже плохо, потому что, исходя из документации на декатрон, сигнал сброса нужно держать 10 циклов. То есть, если мы говорим про А110 с тактовой частотой счета в 1 МГц, то количество записей у нас может быть только 100 тысяч записей в секунду. И это довольно печально. С другой стороны, благодаря некоторым оптимизациям делать это нужно не так часто. То есть, это нужно делать не каждую инструкцию. Если у нас там есть куча плюсиков, мы один раз загружаем данные в декатрон, делаем кучу плюсиков, выгружаем данные. Поэтому, когда я добавил эмуляцию этой задержки, производительность снизилась буквально на пару-тройку процентов. Третья проблема состоит в том, что я собирал экспериментальную декатронную ячейку, которая вот так величественно выглядит. И я еще раз сожалею о том, что я ее не взял с собой. Она уже умеет вращать декатроны в обе стороны. Схему записи я до конца не отладил, но реализовал. Так вот, все схемы рассчитаны на 50 кГц. Для мегагерца их придется делать заново. Поэтому третья проблема, что эта экспериментальная декатронная ячейка на данный момент не имеет смысла. Имела смысл она тогда, когда я собирался строить ламповый компьютер на пальчиковых лампах А103. Но потом все это поменялось. Самый интересный слайд – это синтез схемы. Вериложное описание лампового компьютера можно превратить в схему соединений базовых логических элементов, которые можно построить на лампах. Например, можно построить 2 и не, 2 и или не, 4 и или не, инверторы, буферы, синхронные регистры, какие-то более сложные схемы, скажем, у нас есть 2 и или не и так далее. Так вот, на данный момент текущее верилокописание, функциональное, неоптимизированное, то есть там еще работать и работать, требует 1380 сверхминиатюрных ламп. На данный момент я точно знаю, сколько это в мощности накала. Это 2,6 киловатта. Это 87 модулей. Про какие модули речь чуть попозже увидите. Анодная займет примерно столько же, может чуть поменьше. Таким образом, полная мощность будущей ламповой машины составит порядка 5 киловатт. Это не так много на самом деле. Это 2 электрических чайника или обычный типичный проточный водонагреватель. То есть это вполне осязаемой мощности. В современных домохозяйствах однофазных подается 7 киловатт с газом или 11 без газа или 15 киловатт трехфазки. Поэтому цифры адекватные. Но да, жрать она будет много. И боюсь, на некоторых фестивалях мне тупо не дадут ее запускать. Придется таскать с собой дизельный генератор. Как итог, пройдена существенная веха. Веревок описания лампового компьютера получила базовый функционал. Скорость выполнения программ на частоте 1 мегагерц на проектной для Hello World это 0,1 секунда вместо 7 секунд на релейном компьютере. Релейный компьютер работал на частоте 25 герц. Там были существенные оптимизации, в частности джампы. Вычисление числа P это 5,5 секунд. Эмулятор как раз работает в режиме реального времени. То есть он работает с частотой будущей ламповой машины. Этот же алгоритм на релейном компе должен был занимать 45 минут. Но у меня ни разу не удавалось получить правильный результат. Кто на меня подписан, наверняка помнит про видео, которое называется P равно 4. Так вот этот алгоритм один раз вывел P равно 3,999. спустя минут 40 после начала работы. Ну и 5-6 киловатт потребляемой мощности. Это в принципе был мой изначальный таргет, на который я очень надеялся. И на этом итоги все. Что дальше? Как будет выглядеть машина? Я над этим уже подумал. Хорошо. Четыре. Нам требуется три четырех юнитовых серверных корпуса. Корпуса будут полностью кастомные. В каждом будет три ряда плат логических элементов. Примерно 150 на 150 миллиметров. Каждый из них. 12 или 16 плат, в зависимости от того, есть там дикатроны или нет. Наверху этих плат будут находиться самодельные электроэлеминсцентные индикаторы. Почему? Потому что анодное напряжение 150 вольт, что достаточно для работы ЭЛИшки. А с другой стороны ЭЛИ будет светиться только тогда, когда на нее подаются переменные напряжения. То есть когда логический элемент, который она подсвечивает, работает, то есть он не сгорел и не защелкнулся в каком-то устойчивом состоянии. То есть если вы хотите меня спросить о том, как я собираюсь это дебажить, вот так, с помощью ЭЛИшек. Естественно, это придется делать на малой частоте. Допустим, на частоте 400 тысяч герц, на которой ЭЛИшка работает. Но это мне позволит отлаживать схемотехнику. Каждый из блоков будет обладать своим собственным большим железным трансформатором примерно на 2-2,2 киловатта мощности и 3 мощных серверных вентилятора. По потоку расчетное выдуваемое тепло составит где-то 2,7-3 киловатта. По табличкам в реальности это все придется с помощью OpenFoam. Это открытый пакет моделирования термодинамики, который нагибает половину суперкомпьютеров списка топ-500. В нем придется моделировать потоки воздуха. Собственно, струйные логические элементы именно в нем моделировал. И проверять, насколько хорошо отводится тепло от каждой лампочки. Каждая лампочка генерирует 2 ватта. Всего этих лампочек может поместиться 768 штук. Корпус полностью кастомный, потому что нам нужен доступ к элементам снизу. И вот почему. Снизу это будет выглядеть примерно так. То есть будут торчать выводы разъемов. Там будут краевые разъемы. И после того, как мы засинтезили схему в Yosses и загнали это все в PlacingRoad OpenLane, он нам раскидает логические элементы по секциям, разведет все эти провода, и мы просто будем сидеть и соединять их вместе. Очень такая монотонная, успокаивающая работа в духе дзен-буддизма. Еще одна очень важная задача – это будет временной анализ. Потому что не столько важно собрать ламповый компьютер, как сделать это так, чтобы он заработал. Ламповый логический элемент, штука довольно медленная, надо ее максимально разогнать. Но также нужно убедиться, что цепочка этих ламповых логических элементов успевает обработать все поступающие на них сигналы за отведенное им время. Для этого есть специальные инструменты статического временного анализа. OpenST, например, тот же открытый. В общем, я плесовод, я разрабатываю асики на работе. В свободное время использую все эти знания инструмента для разработки лампового компьютера. На данный момент учтенных расходов только на запасные части, то есть это без инструментов, без приборов, оборудования, потрачено 200 тысяч. Еще где-то порядка 200 тысяч нужно на большие железные трансформаторы, корпуса, какие-то мелкие электронные компоненты, в виде резисторов, конденсаторов и прочее. В общем, если я уложусь в полмиллиона, я буду счастлив. Но цифры довольно существенные, хотя если их растянуть 5-6 лет, то вполне себе приемлемые. Ну и вместо заключения. Веха функционального дизайна пройдена. После того, как я закончу кататься по фестивалям, проведу некоторые эксперименты с вакуумом и вернусь уже непосредственно к сборке элементов ламповой логики. И вот там начнется жара. Как только первый элемент будет сделан, его надо будет отладить там, сделать там десяток, спаять штук, начать делать корпус. В общем, очень-очень много именно физической работы. Да, я больше года потратил на проектные работы, которые не видно, но которые очень-очень важны для того, чтобы быть уверенным, что будущий ламповый компьютер заработает. В общем, времени очень мало, потому что приходится еще и работать, семье какое-то время уделять. Но я надеюсь, сейчас сын подрастет, начнет мне паять платки с лампами и все немножко упростится. В общем, на это у меня все. Вопросы? А микрофон-то есть второй, нет? Так, сколько чисел пи после точки? Ну, смотрите, там я нашел на гитхабе какую-то программу на языке brainfuck, которая вычисляет число пи. Она умеет точно работать до четырех знаков. Ну, то есть три знака после запятой получается. Три 141. Ей можно указать любое количество знаков после запятой, но там совсем какой-то бред начинается на четвертом знаке после запятой. То есть конкретно этот алгоритм работает только до трех знаков после запятой. Если у вас есть какой-то другой алгоритм, который в восьмибитовом режиме способен будет выдать больше, то мы с удовольствием его запустим. Еще вопрос, да. Так, еще раз. Очень плохо слышно. Я понял. Скорее бы сильно усложнило на самом деле, потому что в случае с релейным компом у нас есть четыре блока регистров, 16 разрядных. Это по сути 64 совершенно одинаковых платы. У нас есть 16 разрядный сумматор. Там 16 плат. Это там два блока под Voxor. И еще 16 плат. Там два или. Все. Дальше мы просто берем. Ага. У нас, значит, инструкция плюс константа. Нам надо прочитать старое значение. У нас там есть секвенсор импульсов. Там 16 реле подряд срабатывают друг за другом. И вот мы, значит, делаем. Со второго по четвертой реле включаем сигнал записи во временный регистр. Выключаем. Ждем. Там с 10 по 12 реле включаем сигнал записи там в память или в регистр адреса регистр инструкций. Выключаем. Все. У нас инструкция закончилась. Следующая инструкция точно так же. Точно так же. Там верилок не имел смысла, потому что все это работает асинхронно. То есть там нет как такового тактирования. Ну, не, вернее, тактирование есть, но конвейер работает асинхронно. То есть релюшки просто друг от друга включаются. Чтобы это симулировать на верилоге, это нужно было еще какие-то дополнительные конструкции делать. Например, в ламповом компе я так симулирую работу декатрона. Туда в модель декатрона подается сигнал с десятикратной частотой, который следит за тем, чтобы правильно подавали сигналы переключения между подкатодами. То есть я как бы асинхронный декатрон превращаю в синхронный декатрон. Но я зато обеспечиваю необходимую длительность задержек всех. Потому что если мы укажем там в верилоге задержку, они синтезируемые. Мне нужно быть уверенным, что у меня четко работает. На счет своего собственного… Да, на своем чипе что я буду делать? Это хороший вопрос. У меня мысль сделать нейромоморфный процессор на базе мемристров. То есть мемристр – это… Есть три основных пассивных элемента. Это резистор, конденсатор и индуктивность. Есть еще четвертый элемент, который был открыт, придуман, теоретически обоснован в 67 году и впервые изготовлен в 2008. Мемристр – это четвертое состояние. Представьте себе один из видов мемристра. Это мемристр потенциометр, мемристр сопротивления. Представьте себе потенциометр, сопротивление которого вы можете задать электронным образом, например, подав в него напряжение, так скажем, запрограммировать его, и оно у вас будет зафиксировано в этом состоянии. Либо открытым, либо закрытым. Дальше вы делаете из этих мемристров какую-то матрицу, и у вас получается фактически матричное умножение. АНБ. Вот. Ну, про мемристры я недавно задумался. На самом деле у меня нейроморфная структура, я на нее рассчитывал сделать пневмонический компьютер изначально. Ну и в принципе пока не потерял эту идею. Вот. А так да, попробовать напылить мемристры, поиграться с ними. Благо у нас в Нижнем Новгороде есть целая кафедра мемристров, там есть знакомые люди. Инженер мне сейчас переваривает магнетрон для моей установки. Причем этот же инженер, там 40 лет назад этот же магнетрон разработал. И сам же признал, что мы что-то его как-то неправильно разработали. Зачем мы его сделали г-образным? Его неудобно использовать. Я тебе его переварю, сделаю нормально. Поставишь вертикально. Еще вопрос. По памяти. Да, память в итоге планируется ферритовая, но до последнего момента эмулятор будет использоваться для эмулирования памяти. Ферритовая память, у меня есть интегральные кубы памяти, вот такие карболитовые, такие квадратики на 512 байт, там 256 слов. КП 128-17 они называются. У меня их порядка 16 штук, то есть 2-3 килобайта по памяти программы памяти данных будет. Этого недостаточно для того, чтобы закрыть там 30 тысяч ячеек памяти данных по стандарту верил, брейнфака, но для того, чтобы запустить большую часть программ, вполне себе. Также можно будет подкрутить ленточные накопители SM53.0 в качестве внешнего хранилища, а эту память используют в качестве кэша. Но я это еще в верилоге даже не пытался программировать, и сколько это ламп займет, я даже не хочу считать. Еще вопросы? Да. Да. OpenFoam, да. OpenFoam, ну то есть это Compute Fluid Dynamics называется пакет. Там можно рассчитывать любые нестационарные системы, то есть воздух, тепло, жидкости, упругости, разрушения, ну то есть можно какие-то механические действия просчитывать, там балки рассчитывать и прочее. И еще вопросы? Да. А зачем? По поводу, да, я трачу свое личное время. Я имею на это полное право. Люди там имеют полное право смотреть телевизор там, гамать видеоигры. Я вот занимаюсь вот таким вот. но я работаю, работаю, разрабатываю асики. Я занимаюсь, в общем-то, тем же самым на работе и дома. Вот на работу, работаю на пользу. Дома работаю на пользу себе. Вот прихожу, вещаю очень безумно интересные мысли, сею в ваших умах страшные идеи по поводу каких-нибудь железяк. А может быть у вас найдется металлографический микроскоп, и я таки сделаю себе фотолитограф. Еще вопросы? Да. Ну, во-первых, если что, я развернусь на стуле, схвачу огнетушитель и вдуну туда чем-нибудь углекислотным. Во-вторых, да, ну, можно туда засунуть какую-нибудь противопожарную бомбочку, да, которая порошком бабахает. Ну, а почему оно должно загореться, собственно? Ну, горели по определенным причинам. Но без присмотра я его, скорее всего, не оставлю. Опять же, там тепловые датчики перегрева можем добавить и прочее. То есть загорится оно, скажем, если оно перегреется. Перегрев мы можем предотвратить с помощью датчиков температуры. Это, кстати, да. Вот на самом деле, вот это, ну, поскольку блок у меня еще в разработке, то есть вот в этой схеме, например, здесь вентиляторы стоят между. Я, да, это все, кстати, будет зависеть от того, что мне OpenFoam, например, покажет. Потому что после трансформаторов там особо греться нечему, в регионе трансформаторов, там вот выпрямители стоять. Да, там будут стоять выпрямители и стабилизаторы напряжения анодного дикатрона, напряжение смещения. Анодное не будет стабилизировано, потому что 5 А застабилизировать это сразу КПД надо на 2 делить. А так, да, еще недостаток, что поскольку все платы будут сдвинуты ближе к разъемам, спереди у нас будет просто красивая декоративная решетка. Все дикатроны будут внутри. Вот. Как и пока вывести информацию наружу, не закрыв декоративной решетки, я пока не знаю. Это вот как раз система зеркал. Ну, опять же, сзади будут, скорее всего, только разъемы. Но, как минимум, скорее всего, будет отдельная панель оператора, вот по типу этого же эмулятора, да, просто тоненькая, как бы, тоже там 5 юнитов, с кучей кнопочков, рычагов, чтобы там включить машину. Да, вот на ней будет наверняка что-то выводиться. Еще вопросы. Да. Вопрос, а зачем там нужна операционная система, конечно. Но, смотрите, есть… Я встречал компиляторы языка C в брейнфак. Там есть, конечно, определенные ограничения для программы на C, но в любом случае на выходе получается работающая программа на брейнфаке. Но она настолько замороченная. То есть он, по сути, внутри строит лист машину стековую. И в ней уже исполняет программу. Что-то сложное там запустить можно, но, я боюсь, внуки даже этого не дождутся. Но, опять же, нет смысла. То есть технически это в какой-то степени калькулятор. Все-таки. Это не компьютер общего пользования. Ты в нее загрузил программу, ты из нее получил ответ. То есть операционная система нужна для упрощения какого-то взаимодействия с этой машиной. И еще вопросы? Так, вот там где-то далее. Да. Германиевые диоды, они были в 60-е годы. Они там в том же IBM 604 использовались активно. Поэтому я считаю, что я их могу использовать. Максимально ограничить их использование, конечно. То есть, например, схемы диодной ламповой логики будут на вакуумных диодах. То есть там не должно быть полупроводниковых диодов. Там в схемах 2И, например, там 2И, где диоды в сетке стоят. Но вы приметели, ну, кинотрон требует мощности накала столько же, сколько он способен отдать анодным. То есть если мне нужно 7 ампер анодного, а это там порядка 900 ватт, это значит, мне 900 ватт сверху нужно на накал кинотронов. Это безумно много. В случае с ферритовой памятью, с ее обвязкой, там на каждую линию надо свой диод поставить. Это, опять-таки, звучит очень безумно. Там тоже можно использовать германиевые диоды, и они, опять же, в те времена использовались. Но я говорю, нельзя кремниевые полупроводники, есть еще арсениды, галия всякие, но как бы мы понимаем, что их тоже не надо использовать. Это тоже такая современщина. Германиевые диоды – это максимум, что у меня есть. Барабанная память медленная. Она медленная, она сразу обрушает производительность машины до частоты вращения барабана. Ну, получу я там 40 тысяч оборотов в минуту, ну, 100 тысяч. Но это все равно несоизмеримо там с мегагерцем. Еще вопросы у кого-нибудь? Не-не-не-не-не. Эйс умер именно из-за этого. Вопросы? По пневмонике. Задача нарисовать так называемый платформ-девелопинг-кит. То есть обрисовать этот элемент, нарисовать там ему порты входа-вывода и сделать это для open lane. Написать на верилоге какой-нибудь математический вычислитель, скормить этот open lane. Он мне положит эти элементы на нижний слой, а на следующих слоях мне нарисуют все дорожки. Я на фотополимернике нижний слой распечатаю или каким-то другим способом сделаю эти элементы. Слои я из оргстекла на фрезере отфрезерую эти дорожки и просто склею весь пакет. У меня получится интегральный кубик пневмонического компьютера. Вот это моя цель. Что из этого получится, я не знаю, но звучит очень круто. Да, это будет чем-то похоже на коробку автомат в автомобиле. Еще вопросы? Так, и последнее тогда, раз нет ни у кого вопросов. У меня осталось несколько футболочек, элик и экс-элик. Где они тут? Вот они. Если интересно, вот на такой вот крутой мерч, я идиот, подходите после семинара, я вам это дело вручу. Я тут еще буду недолго, ближайшие, наверное, минут 10-15, поэтому рекомендую вам подойти прямо ко мне на стол, если интересно. Цена вопроса полторы тысячи рублей, осталось несколько размеров и цветов. На этом у меня все. Огромное спасибо, что пришли. Выслушали. Увидимся в следующем году, надеюсь, уже с работающим блоком лампу у компьютера. Спасибо.